Помните, как все правые выступали за свободу слова, когда люди, которых подвергали цензуре, были правыми? Фактам плевать на твои чувства. Фактам плевать на твои чувства. Плевать на твои чувства. Теперь, когда ситуация изменилась, и они хотят, чтобы другие замолчали, они относятся к цензуре спокойно. Итак, давайте просто посмотрим этот ролик, если бы слова были насилием. Бен Шапира против Бена Шапира. Можете себе представить меня в таком же видео? Мне было бы очень стыдно, но что-то мне подсказывает, что у этих людей нет кнопки стыда в голове. Чего стыдиться, если вас... Чего стыдиться, если вас вознаграждает за отсутствие стыда? Эти массовые марши в США в поддержку Хамас. Если это не напугает евреев до чертиков, тогда я не знаю, что напугает. Кампусы должны быть местами безопасности и многообразия, но еврейские студенты чувствуют угрозу со стороны людей, которые оправдывают массовые убийства евреев. И тогда, конечно, ничего нельзя сделать. Хотели бы вы, чтобы эти сторонники Хамас работали в вашей компании? В кампусах по всей стране евреев окружают. Евреям угрожают во всем мире, но мы заботимся о безопасности тех, кто присоединяется к угрозам. Если не граждане страны поддерживают Хамас, их следует депортировать. Они думают не так, как вы. В Великобритании еврейские студенты теперь боятся ходить на занятия. Знаю, знаю, вы в общежитии чувствуете себя комфортно с друзьями, которые говорят вам, что вы просто замечательны, и все ваши убеждения совершенно верны. Меньше всего вы хотите, чтобы кто-то вторгся в ваш кампус и сказал то, с чем вы не согласны, потому что это просто деспотично и ужасно. Такого не должно быть. Вы всегда должны чувствовать свою правоту. Ну, крепись, дорогуша. Пришло время узнать, что существует множество разных мнений. Дискуссия пойдет вам на пользу. Она укрепляет ваши взгляды. Она делает ваши взгляды долговечнее. Именно обмен идеями придает смысл интеллектуальному сообществу. Если вы не хотите быть частью этого сообщества, вам здесь не место. Но теперь он хочет, чтобы вас выгнали из страны. Он хочет, чтобы вас отменили, и вы остались без работы. Я думал, что все эти вещи сделали его сильнее. Я думал, что дискуссия... Он говорил о тех, кто поддерживает Хамас. Если вам нужно безопасное место, мы найдем для вас камеру с мягкими стенами. Если для вас жизнь это гигантский плюшевый мишка, вернитесь в детство. Но если вы хотите быть взрослым в США, вам придется узнать, что есть люди с другими мнениями. И это достойно обсуждения. Есть только одна группа людей, которая хочет комфорта, которая не хочет слышать о другой идеологии или политических взглядах. Таких людей называют фашистами. В этом кампусе у вас кучка чертовых фашистов, которые пытаются прекратить политические дебаты и спрятаться в маленький кокон глупости, чтобы им не нужно было ни с кем дискутировать или думать о проблемах других, чтобы они могли чувствовать себя комфортно. Знаете, что смысл жизни не в комфорте? Смысл жизни в улучшении себя. Оторвите задницу от дивана, тупые хлюпики. Чувак, ты облажался! Только не плакать. Таков его взгляд на ситуацию с Хамасом. Вот как это сходит ему с рук. Мне нравятся такие вещи. Мне это нравится. Я согласился с Беном Шапира, когда он говорил, что разногласия — это хорошо, если вам нужно безопасное место, для вас найдется камера с мягкими стенами. Я со всем этим согласился, но теперь, когда люди критикуют его точку зрения, что ж... Теперь он говорит вот это. Эти массовые марши в США в поддержку Хамаса, если это не напугает еврея до чертиков, тогда я не знаю, что напугает. Кстати, это не протесты в поддержку Хамаса, и он это знает. Это протесты против геноцида людей, не имеющих ничего общего с Хамас. Они говорят, ой, эти люди голосовали за Хамас. Это все равно, что сказать, мы голосовали за Джорджа Буша, поэтому вы можете вырезать... Я думаю, именно это написал в своем письме Утсома Беева. Совершенно верно. Возможно, поэтому оно так популярно в текстах. Кстати, единственные выборы, в которых участвовал Хамас, финансируемый правительством Израиля, Беньямин и Нетаньяху, интересно, почему, были в 2005 году, и с тех пор они не участвовали в выборах. Таким образом, более половины жителей Газы никогда не голосовали за них. Они тогда еще не родились или не достигли нужного возраста, чтобы проголосовать. Таким образом, вы убиваете людей, которые, несмотря на такое притянутое за уши обоснование, не голосовали за Хамас. Но великий Ким Чен Ир сказал, что нужно наказать три поколения родственников плохих людей. Помнишь, когда Трамп сказал то же самое? Мы будем убивать семьи террористов, и люди назвали его сумасшедшим. И сейчас... Прямо сейчас Бен Шапира провозгласил себя фашистом. Итак, люди, которые делают то, что сейчас делает Бен, он назвал их фашистами. Сейчас этим занимается Бен, а потом он вдруг перестает быть фашистом. Его назвали нацистом. Бена назвали нацистом. Верно. Да ладно, это смешно. Это просто смешно. Единственным человеком, который действительно поддерживал Хамас, не сообщениями в Твиттере или плакатами с надписью «Палестина», даже не Хамас, был Беньямин Нетаньяху, а также его правительство, их деньги и власть. Вот поддержка. А не просто «О, я думаю, мне следует убивать всех мужчин, женщин и детей в этом районе». Я не чувствую себя в безопасности. Должны быть местами безопасности и многообразия, но еврейские студенты чувствуют угрозу со стороны людей, которые оправдывают массовые убийства евреев. И тогда, конечно, ничего нельзя делать. Я уверен, они чувствуют себя в большей безопасности, чем жители Израиля. Хамас поддержали такие люди, как Беньямин Нетаньяху, который их финансировал, а не люди с плакатами или люди в Твиттере, люди с деньгами и властью. На самом деле поддержали Хамас. Существенным образом, материально. Почему? И почему они допустили 7 октября? Потому что они хотели, чтобы это произошло, им нужен был предлог, чтобы войти и выкосить людей в газе, захватить ее, захватить землю, чего они хотят больше всего, а также нефтегаз, находящийся под этой землей. Построить канал через газу, который будет конкурентом Суэцкого канала. И тогда Израиль сможет стать экспортером энергии в Европу. Да, мы взорвали ту другую штуку. Северный поток. Потому что мы взорвали Северный поток. Хотели бы вы, чтобы эти сторонники Хамас работали в вашей компании? В кампусах по всей стране евреи погружают. Евреям угрожают... Карти Хамас признает право Израиля на существование с 2017 года. Так вот почему они маршируют с Хамас. Они признают право Израиля. Я думаю, они левее Хамаса. Но мы заботимся о безопасности тех, кто присоединяется к угрозам. Если не граждане страны поддерживают Хамас, их следует депортировать. Они думают не так... Если вы думаете не так, как я, вас следует депортировать. Если вы не гражданин и думаете не так, как я, вас должны депортировать. Вот что говорит Бен. Отлично, пришлите их сюда. Отправьте сюда всех недовольных. Вау. Нет. Он говорит, что люди, которые не являются гражданами США и протестуют в США, должны быть депортированы из США. А, я думал, на палестинцах, которых депортируют из газы. Не так, как вы. В Великобритании еврейские студенты теперь боятся ходить на занятия. Да. Я думал разные мнения. Это хорошо, Бен. Я думал, что дебаты. Это хорошо. Я думал, что ты хочешь жить в обществе, где твое мнение будет. Оспариваться. Вот что он говорит сейчас. То есть так он говорил раньше. Я знаю, знаю, вы в общежитии чувствуете себя комфортно с друзьями, которые говорят вам, что вы просто замечательны, и все ваши убеждения совершенно верны. Меньше всего вы хотите, чтобы кто-то вторгся в ваш кампус и сказал то, с чем вы не согласны, потому что это просто деспотично и ужасно. Такого не должно быть. Вы всегда должны чувствовать свою правоту. Ну, крепись, дорогуша. Пришло время узнать, что существует множество разных мнений. Я думаю, это то, чему Бен Шапира сейчас учится. Что ему нужно крепиться, и что существует множество разных мнений. Ну, а это говорит молодой и свежий Бен, а здесь уже седой Бен осознает, что факты должны заботиться о чувствах сейчас, когда его чувства задеты. Дискуссия пойдет вам на пользу. Она укрепляет ваши взгляды. Она делает ваши взгляды долговечнее. Именно обмен идеями придает смысл интеллектуальному сообществу. Если вы не хотите быть частью этого сообщества, вам здесь не место. Если вам нужно безопасное место, мы найдем для вас камеру с мягкими стенами. Если для вас жизнь — это гигантский плюшевый мишка, вернитесь в детство. Но если вы хотите быть взрослым в США, вам придется узнать, что есть люди с другими мнениями. И это достойно обсуждения. Есть только одна группа людей, которая хочет комфорта, которая не хочет слышать о другой идеологии или политических взглядах. Таких людей называют фашистами. Итак, Бен только что провозгласил себя фашистом. Как он себя чувствует при этом? Наверное, неплохо. Мой хороший друг Дэйв Рубин вызвался прийти на наше шоу. Ну, он сделал это, я думаю, 8 октября. Но посмотрим. Я бы хотел, чтобы он... И Бен не пошел бы на его свадьбу? Бен не пошел бы на свадьбу Дэйва. Потому что Израиль не признает подобных вещей. Верно. Маленький кокон глупости, чтобы им не нужно было ни с кем дискутировать или думать о проблемах других, чтобы они могли чувствовать себя комфортно. Знаете, что смысл жизни не в комфорте? Смысл жизни в улучшении себя. Оторвите задницу от дивана, тупые хлюпики. Чувак, ты облажался! Только не плакать. Я знаю, некоторые слабые либералы скажут, что Израиль имеет право на самозащиту, но я говорю, что он имеет право на полноценную этническую чистку. Верно. Потому что, в отличие от этих слюнтяев, я забочусь об Израиле. Эй, у нас логотип по обеим сторонам кружки. Как мы это сделали? Можно и так оставить, потому что мне нравится. Звучит, как название подкаста «По обеим сторонам кружки». По обеим сторонам кружки. Бен Шапира с одной стороны и с другой, и они спорят. На одной стороне свежий Бен Шапира, а на другой фашист Бен Шапира. Да, как в зеркальной вселенной «Звездного пути», где у Спока была воротка. Субтитры создавал DimaTorzok